Оксидентал. Дорогой пафосный стейкхаус в двух шагах от Белого дома. Персонаж многочисленных публикаций в прессе, документалок и бестселлеров. Над одним из столиков до недавнего времени висела табличка, которая все объясняет. В напряженный период кубинского кризиса, это октябрь 1962 года, таинственный русский мистер Икс передал предложение о вывозе ракет с Кубы корреспонденту телекомпании ABC Джону Скалли. Эта встреча послужила устранению возможной ядерной войны. Под мистером Икс скрывался резидент советской разведки Александр Фомин. Настоящее имя Александр Феклисов. Владельцам заведения оба этих имени были неизвестны. И тогда, и теперь. В истории Карибского кризиса до сих пор немало белых пятен и разночтений. Это был чисто оборонительный акт, направленный на обеспечение безопасности острова Свободы, как его тогда называли, то есть Кубинской революции. Это момент ядерного противостояния, который действительно мог бы завершиться ядерной войной, ну и окончиться ядерной войной. Это был во многом спектакль, который был подготовлен и в Москве, и в Вашингтоне. Довести это до крайности, почти что до начала Третьей мировой войны, конечно, было невыгодно никому. Сложно поверить, что американская разведка прозевала размещение советских ракет у себя под носом. А день, когда по меткому выражению журналистов мог закончиться календарь, чистые воды блеф. Где правда? Какие события спровоцировали Карибский кризис? Как действовали политики и дипломаты в условиях нарастания ядерной опасности? Военные, ястребы? Кто сделал первый шаг к разрешению кризиса? Как? Почему? Хочется знать, ведь в наши дни происходит схожая ситуация. Столкновение двух мощных геополитических противников началось на территории Третьей страны. А в заложниках оказался весь мир. 16 октября 1962 года в 9 часов утра помощник президента Джона Кеннеди по национальной безопасности МакДжордж Банди без стука зашел в его спальню в Белом доме и вручил стопку снимков. Новость была безотлагательной. На Кубе обнаружены советские ударные ракеты класса «Земля-Земля». Это как бы основная версия. Есть другая версия, что американцы получили эту информацию о размещении ракет на Кубе от своих партнеров из стран НАТО, которые, в свою очередь, получили ее с помощью агентурной разведки. А аэрофотосъемка лишь подтвердила эту информацию. Появление ракет на Кубе было для них равносильно шоку. Р-12 – это дальность полета 2,5 тысячи километров. Р-14 – это дальность полета 4,5 тысячи километров. Практически территория Соединенных Штатов Америки до границы с Канадой. И когда, собственно говоря, американцы это обнаружили, это им, естественно, очень не понравилось. Они вдруг ощутили, что вот этот вот самый пистолет, с введенным курком, у собственного виска. Вот эти фотографии из архива американских спецслужб. Специально для нашей программы их предоставила Федеральная служба безопасности России. Уже в 11.45 собралось экстренное заседание Исполнительного комитета Совета по национальной безопасности США. Что и стало точкой отсчета Карибского кризиса. В США его называют ракетным или кубинским. Все действительно началось с ракет из Кубы. Очень важным фактором было размещение ракет средней дальности Соединенными Штатами в Турции, а также в Италии и Великобритании. Окружили Советский Союз кольцом военных баз. Поэтому, конечно, была весьма привлекательная идея И для военных, и для высшего политико-военного руководства Советского Союза Подровнять стратегический баланс В пользу Советского Союза Размещением наших ракет средней дальности на Кубе. Субтитры создавал DimaTorzok Куба рядом. Этот хит советских времен врезался в память всем, кто рожден в СССР. Но единицы знают. Сразу после революции о смене капиталистического строя на Острове Свободы не помышляли. Первый визит, сделанный Фиделем Кастро Рус, когда он встал во главе правительства, был в США. Но, как говорится, не сложилось. Почему? Американцы восприняли революцию на Кубе как личное оскорбление. Богатые американцы привыкли на уикенд летать на Кубу на пляже, в гостиницы, в казино. Такой щелчок, можно сказать, по носу американского президента Эйзенхауэра. Фидель Кастро захотел встретиться с тогдашним американским президентом Эйзенхауэром и получил отказ. Только за то, что он попытался возродить свое государство и превратить его из территории сбора сахарного тростника, публичных домов и казино, в самостоятельное, развивающееся, серьезное государство. Кубу открыл в октябре 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колом. До конца 19 века она считалась жемчужиной испанской короны в новом свете. Пока в 1898 году по итогам испано-американской войны не стала независимым государством. И тут же попала под влияние США. С 30-х годов прошлого века Куба фактически находилась под властью проамериканского диктатора Фульхенсио Батисты. Особенно он неистовствовал, когда дорвался до официальной власти в результате военного переворота в 1952 году. Аресты, пытки, заказные убийства унесли десятки тысяч жизней кубинцев, недовольных его правлением. Когда 2 декабря 1956 года на остров с яхты Гранм высадились 82 революционера, готовые бороться за счастье народа, естественно, это событие прошло практически незамеченное на фоне иных политических событий той эпохи. Но вот когда 31 декабря уже 1958 года главнокомандующий войсками Кубы докладывает, что армия полностью небоиспособна и не может оборонять столицу острова, тогда, значит, 124 богатейшие фамилии этого острова немедленно его покинули во главе с премьер-министром. И на следующий день уже повстанческая армия вступила в Гавану. Повстанцы под предводительством Фиделя Кастро свергли диктатора. Батиста прихватил народные ценности, которые грабил десятилетиями, и бежал. Кастро понимал, удержать власть – значит, заручиться поддержкой сильного партнера. Фидель Кастро, когда он пришел к власти во главе Компартии Кубы вместе со своими сотоварищами, будь то Че Гевара или Рауль Кастро, они вовсе не собирались строить социализм по-советски. Они вовсе не предполагали, что они получат единственную в мире помощь и поддержку в лице нашей страны. Американцы начали сначала угрожать, а потом уже и вводить экономические санкции против острова свободы, как тогда называлась Куба. Камнем преткновения стала проведенная Кастро-аграрная реформа. Земля, которой раньше владели американские компании, отошла государству. США начали готовить на Кубе переворот. Постоянно стремились к тому, чтобы нанести какой-то удар по революционному правительству Кубы. Были попытки вторжения на Кубу. Организованные ЦРУ продолжалось силовое давление. В 1962 году проводились учения вблизи кубинских берегов американскими военно-морскими силами и в целом вооруженными силами. И надо сказать, что американцы сами толкнули кубинское руководство к Советскому Союзу и на социалистический путь развития. Поскольку Эйзенхауэр в 1960 году принял решение осуществить интервенцию с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Попытка свержения революционного правительства Кастро была предпринята 17 апреля 1961 года силами кубинских эмигрантов и американских военных. Уже при новом президенте Джонни Кеннеди. После его вступления в должность, несмотря на что, что в эггендационной речи Джон Кеннеди говорил о стремлении к миру преодолеть угрозы войны и так далее и тому подобное. Тем не менее, когда ему докладывали о готовности осуществить интервенцию на Кубу, он все внимательно послушал, сказал только, что-то вы мало народу подготовили, давайте, значит, увеличить армию вторжения вдвое. Была высадка на Кубу в заливе Качиноц диверсионной бригадой с численностью более полутора тысяч человек, с соответствующим вооружением и техникой, которые поддерживали и с моря, и с воздуха американцев. Бои в районе бухты Качиноц, по-русски бухты свиней, длились двое суток почти без перерыва. Кеннеди как в воду глядел. Революционная армия и милиция отбили атаку хорошо подготовленных ЦРУ контрреволюционеров. Свыше тысячи двухсот человек были взяты в плен. Но поскольку Соединенные Штаты Америки вводили санкции против Кубы, то вот через посредничество немецкого адвоката Вольганка Фёгеля и американского Джеймса Донована был осуществлен обмен вот этих пленных на что? На медикаменты, на детское питание, на отдельные и другие необходимые вещи, значит, для молодой республики, которая была лишена всего этого не только со стороны США, но и членов организации американских государств. На заседании ООН представители 40 государств осудили агрессию против Кубы. В Каире, Джакарте, Лиме и Рио-де-Жанейро демонстранты в знак протеста штурмовали американские посольства. Но было понятно – американцы не отступят. В Пентагоне уже вовсю разрабатывали план второго вторжения под кодовым наименованием «Операция Мангуст». Её завершение – это середина, конец октября 1962 года. Советская разведка, так же, как и кубинская разведка, добыла эту информацию. В феврале 1962 года КГБ проинформировал руководство Советского Союза. Основной удар по Кубе планируется нанести с американской военной базы Гуантанамо при поддержке кораблей ВМФ, находящихся в Карибском море. Действия наземных сил поддержит ВВС, СБАС во Флориде и Техасе. Перед кубинским руководством, а впоследствии перед советским руководством, вставала такая дилемма, которая была аналогична ситуации апреля, мая, июня 1941 года. Известно, что враг изготовился к нападению, известно, что он будет действовать, и что делать? Как на это дело реагировать? Что делать с Кубой? Кубу мы потеряем. Позднее вспоминал в своих мемуарах в то время Никита Хрущев. Это отбросит нас от латиноамериканских стран, понизит наш престиж. Был и еще один важный момент. Это как раз май 1962 года. И среди наших генералитетов кто-то подошел к нему и сказал, вот смотрите, мы там золотые пески, здесь Болгария, здесь Черное море, а вот там километров 300 от нас, может быть, чуть больше, там вот Турция, а там стоят американские ракеты. Вот, например, если они на Москву полетят, это 15 минут, а если на нас полетят, это фактически 2-3 минуты. То есть мы даже добежать до машины не успеем. Тогда-то и возникла идея убить двух зайцев. Разместить на острове «Свободы» советские ракеты с ядерными боеголовками, чтобы предотвратить американскую агрессию и против Кубы, и против СССР. Идея создания группы советских войск на Кубе понравилась Никите Сергеевичу Хрущеву. 15 мая 1962 года он обсуждает ее с членами Политбюро, потом он ее выносит на Совет обороны 20 мая. Ну и здесь возникает вопрос, а как к этому отнесется, значит, правительство Кубы? Лидер СССР честно предупредил Кастро. Советский Союз и Куба могут быть втянуты в войну с Америкой и НАТО. Но других идей просто не было. Что касается Хрущева, то логика его действий диктовалась обстоятельствами, связанными с отставанием Советского Союза, как по числу ядерных боеголовок, так и по числу их носителей. Устранить дисбаланс можно было либо массированным производством соответствующих вооружений, что долго и весьма затратно, или же, найдя какое-то неординарное решение. Что касается Фиделя Кастро, это был борец, еще не остывший от участвующих схват. 24 мая 1962 года подробный план операции «Анадырь» был представлен для обсуждения советскому руководству и единогласно принят. Операция «Анадырь» включала в себя переброску 44 тысяч человек личного состава вооруженных сил на расстоянии 10 тысяч километров, является уникальной по своей сути в истории мировых вооруженных сил. То есть ни до этого, ни после таких масштабных операций никто не проводил. При том, что, так сказать, американцы и страны НАТО обладали достаточно серьезными техническими возможностями по осуществлению разведывательной деятельности и с воздуха, и с помощью радиоперехвата, и с помощью агентурной разведки. Мы в ЦК решили подкинуть Америке ежа. «Разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла поглотить остров свободы» — так объяснял Хрущев, отбывающим на Кубе военным спецам, цель операции «Анадырь». Но как переместить ежа со всеми колючками на расстоянии 10 тысяч километров через Атлантический океан и несколько морей втайне от вражеской разведки? Нужно использовать возможности контрразведки. Планировалось разместить на острове 24 пусковые установки для ракет Р-12 и 16 установок для Р-14. 36 ракет Р-12 и 24 ракеты Р-14 с мощностью боеприпасов до 1 мегатонны. 42 бомбардировщика Ил-28 с шестью ядерными бомбами. 40 истребителей МиГ-21. 34 ракеты «Комета» береговой противоракетной системы «Сопка». 80 фронтовых крылатых ракет с мощностью боезарядов от 2 до 12 килотонн. 6 пусковых установок тактических ракет «Луна» с ядерными зарядами по 2 килотонны. И 144 зенитных ракет из ЗРК С-75. Было мобилизовано порядка 180 гражданских судов, сухогрузов и пассажирских лайнеров. И надо сказать, что люди находились в очень тяжелых условиях. На протяжении до трех недель находились в пути практически как в консервной банке. Деревянные нары двухъярусные, потому что 300 с лишним человек в одинъярусную вмещались. Жара. Выходить на палубу только мелкими группами в темное время, чтобы не демонстрировать, что он перевозит людей в таком большом количестве. Морская качка еще. Это самое было тяжелое. Вот я про себя говорю. Таких, как я, было 90%. У нас, по-моему, с нашего метеовзвода только два человека, которые вроде легко переносили. А все остальные мы ни есть, ни пить ничего не могли. С первых дней предпринимались определенные меры по прикрытию этой операции, связанные с дезинформацией и своих собственных граждан, и противника. Потому что могла быть утечка еще на стадии испорта загрузки. Поэтому само название подразумевало то, что это передислокация войск куда-то на север происходит. То есть там реально загружались на сухогрузы предметы зимней формы одежды. Там и валенки, и тулупы. Ну, значит, следуем в район, где скоро зимние условия. Ну, у нас были подозрения, что это может быть Камчатка или Чукотка. Поскольку в то время мы имели информацию о том, что в Чукотке, например, строятся позиции для такого же полка, как у нас развор. Сказали, чтобы мы стерли номера на машинах и убрали все, что могло бы быть признаком принадлежности к вооруженным силам. Я был водителем, шофером. Якобы идет перемещение хозяйственных грузов и выдвижение наших гражданских специалистов для работы по различным экономическим аспектам хозяйства Кубы. И поэтому с внешней стороны не создавалось впечатления, что движутся войска. Капитаны кораблей, которые везли военных и технику на Кубу, не знали конечной точки маршрута. О пункте назначения им сообщали по принципу трех конвертов. В первом говорилось, что второй можно вскрыть после прохода через Босфор и Дарданеллы. Во втором, что будет и третий. И ознакомиться с его содержимым можно будет только после Гибралтара. Нам объявили, что мы идем на Кубу. Кроме ура, ничего не было. На самом деле, ни испуга, ни какого-то неудивления. До пункта назначения добрались не все. Виктор Авдеев, те годы солдат срочной службы, и Виктор Есин, младший лейтенант, смогли выдержать марш-бросок по воде. Они свидетели тех событий. Были случаи смертей во время плавания. И, соответственно, по морским обычаям человека зашивали в брезент и выбрасывали за борт, как это положено на флоте. Когда я получил доступ к документам, за этот морской переход 6 человек было похоронено по морскому обычаю. С самых первых дней появления на острове Куба было осуществлено плотное взаимодействие с кубинскими органами безопасности и с кубинской военной контрразведкой. Решались вопросы по контршпионажу, по обеспечению скрытности передвижения наших войск под видом кубинской армии. То есть наши солдаты-офицеры переодевались в кубинскую форму одежды, и в сопровождении кубинской армии они продвигались в те районы, где им было назначено место постоянной дислокации. Ко мне посадили мальчишка лет 14-ти с автоматом ППШ. Дали команду в путь. Ну, приехали в поле, самое настоящее. Пушка, тростниковое поле. Ну, там уже были репера поставлены, где какая техника должна находиться, ресурсов. После этого приступили к оборудованию. Одновременно строили жилье, как говорится. Ну, как строили? Делали и остов, и палатки натягивали. Войска нужно было развернуть на незнакомой местности. В сезон изнуряющей жары и тропических дождей. Условия были, прямо скажу, спартанские, мягко выражаясь. Влажность же стопроцентная практически. Постель ложился и своим телом, в принципе, сушил потерь. Ну, я молодой был, мне легко приносилось. У нас же командиры батарей были все участниками Великой Отечественной войны с ранениями и так далее. Они очень плохо переносили, болезненно у них самочувствие всегда. То есть не могли толком отдохнуть. Тем более, что работать приходилось по 16, иногда по 18 часов. Выходных никаких не было. Что такое манцинелла? На первый взгляд, дружелюбного вида деревца. Яблонька. Но если сорвать яблочко и откусить, можно отравиться насмерть. Коварный представитель флоры насквозь пропитан ядовитым канцерогеном. Одной капли древесного сока при попадании в глаза хватит, чтобы ослепнуть. Ядовиты и кора, и листья, и ветки, и даже роса, которая падает с веток. Если попадет на кожу, опухнешь, как при аллергии, а то и получишь химический ожог. За первый месяц в одном из мотострелковых полков манцинелла вывела из строя почти половину личного состава. Приходилось расчищать территории, рубить ядовитые деревья. Насекомые ядовиты, ядовитые растения, отсутствие чистой питьевой воды, массовые желудочно-кишечные заболевания, инфекционные заболевания. То есть все вот с этим всем столкнулись и командиры, и особисты вот в тот момент, когда они оказались вот в первые дни на острове. 27 октября дивизия в составе трех ракетных полков, в общей сложности 24 пусковые установки, была готова к выполнению поставленных боевых задач. Еще 29 августа в малонаселенных районах Кубы авиаразведка США обнаружила зенитно-ракетные комплексы. Обычно зенитки прикрывают крупные населенные пункты или военные объекты. Но ни того, ни другого поблизости не наблюдалось. По Дип-каналам стали поступать неудобные вопросы в адрес СССР. Что происходит? А ничего. Посол Анатолий Добрынин и наш представитель в ООН Валерьян Зорин не были осведомлены нашим министром иностранных дел Андреем Громыко об истинном положении вещей. И Добрынин и Зорин на переговорах с американцами отрицали наличие на Кубе ядерного оружия. Американцы им не верили, поскольку на руках у них были фотодокументы воздушной разведки. Когда самолет У-2 сделал снимки пусковых установок ракет, у американцев сомнений уже не осталось. Идентифицировать ракеты как советские помог инициативник Олег Пеньковский, полковник ГРУ и американский шпион. Секретный справочник с фотографиями советских ракет и схемами пусковых площадок он передал американцам годом раньше. Это один из их агентов, который во время Холодной войны обеспечивал их информацией по поводу вооружённых сил Советского Союза. Произошло следующее, что когда они восстановили вот эту конфигурацию позиции зенитных ракет, они увидели, что это район прикрытия дивизии РВСН. Ракетных войск стратегического назначения. Заседание Исполнительного комитета Совета по национальной безопасности США, которое началось 16 октября, продолжилось 17-го. Ястребы, то есть сторонники жёстких ответок и эскалаций, настаивали. Нужно немедленно высадиться на остров, устроить морскую блокаду и при помощи авиации разбомбить советские стартовые площадки. Джон Кеннеди задаёт вопрос Роберту Макнамаре, министра обороны. Вы гарантируете стопроцентное уничтожение цели? Роберт Макнамара отвечает, нет, я этого гарантировать не могу. Кеннеди тогда говорит, окей, давайте тогда искать иные какие-то пути выхода из ситуации. 22 октября американский президент обратился к нации, сообщил о советских ракетах на Кубе о своём решении объявить с 24 октября военно-морскую блокаду острова, привести в боевую готовность вооружённые силы США и вступить в переговоры с советским руководством. Отметил, что будет рассматривать любой пуск ракеты с территории Кубы как удар по Соединённым Штатам, что повлечёт за собой возмездие. В этот же день, 20 октября, советский посол в Вашингтоне Антон Фёдорович Добрынин был приглашён в МИД, и, собственно говоря, текст выступления президента и те меры, которые объявляются, включая введение блокады с 24 октября, 14 часов по вашингтонскому времени, это было ему передано для доведения досведывания советского руководства. В Карибское море направились 180 боевых американских кораблей. Каждый четвёртый самолёт американской стратегической авиации поднялся в воздух. В боевую готовность были приведены американские войска в Европе. Подняли по тревоге лопаты в руки и сказали рыть окопы. Земля там, где мы находились, такая не просто, как наш чернозём, камни постоянно были во всеоружии. Там, где наша техника была, мы её готовили так, чтобы она была только вот ключиком. Нажми, и всё, она уже готова, если куда-то надо ехать. 23 октября советское правительство сделало ответное заявление. Ракеты с ядерным боезарядом на острове Свободы – это выдумка. США затеяли безрассудную игру с огнём. Отчасти и не лукавили. Большинство ядерных боеголовок находились только на подходе к острову. Под угрозой захвата кораблями ВМС США их приказали развернуть и отправить обратно в СССР. В Штатах об этом ничего не знали. Я вот был знаком с двумя нелегалами – Михаилом Владимировичем и Галином Фёдоровым. И через них проходили многие документы от источников, с которыми они либо встречались лично, либо получали от них информацию через тайники. И было ясно из этой информации, что американцы хорошо осведомлены о том, что ядерных боеголовок на этих ракетах нет. Так или иначе, переговоры о мирном разрешении конфликта велись. В основном тайны через посредников. По, так скажем, тайным закрытым каналам. И часто встречи разведчиков предшествуют достижению каких-то соглашений на крупных переговорах, в том числе переговорах руководителей стран, как было в случае Карибского кризиса. В то время прямой телефонной связи между Креблём и Белым домом не существовало. Происходил обмен радиотелеграммами с их расшифровкой и последующим переводом. На это уходило много времени. В кризисные дни октября 1962 года возникла необходимость персонального контакта глав государств или их представителей. Роберт Кеннеди, брат президента США и министр юстиции, а также Георгий Большаков, советский атташе по культуре и полковник советской военной разведки, с успехом осуществляли этот контакт в течение почти двух лет, с 1961 по 1962 год. Однако в период Карибского кризиса Большаков озвучивал официальное мнение советского руководства. На Кубе нет ядерного оружия, только ракеты «Земля-воздух», а они для США не представляют угрозы. Ту же версию отстаивал и посол СССР Добрынин. Основной канал, конечно, был конфиденциальный, по линии Анатолий Федорович Добрынин, Роберт Кеннеди. Кеннеди приезжал к нему ночью в наше посольство, чтобы не светиться, чтобы их не засекала американская пресса, и проводил по несколько часов с Добрыниным. Дипломатия оказалась не у дел из-за секретности операции «Анадырь». Но обсуждать ситуацию как-то надо. Так и возникла пара неофициальных переговорщиков. Фомин Феклистов и Скалли. Острая фаза кризиса длилась с 16 по 28 октября 1962 года. 13 дней. Так назывался и фильм голливудских кинематографистов, который вышел на экраны в 2000 году. И пересказывал те события. Актер, исполнивший роль мистера Икс, резидента советской разведки Феклисова, лишь отдаленно напоминал оригинал. Александр Семенович посмотрел и возмутился. Одели меня в водолазку с пиджаком, будто я американский фермер. А я всегда ходил в сорочки и с галстуком. По легенде, Фомин Феклисов служил в пресс-службе советского посольства в Вашингтоне. И не раз встречался с популярным комментатором телекомпании ABC Джоном Скалли. Джон Скалли был вхож в Белый дом и знаком с кланом Кеннеди еще со студенческой скамьи. В последующем Джон Скалли в начале 70-х занимал пост постоянного представителя Соединенных Штатов Америки Организации Биллионных Наций. То есть это действительно было нередовающе. В 13 дней кризиса Александр Семенович и Джон Скалли встречались несколько раз. 22 октября, 26 октября, 27 и 28. 22 октября, во время беседы за столом, Джон Скалли обвинял Хрущева в агрессивной политике и в навязывании Джону Кеннеди своей точки зрения в отношении западного Берлина. Еще 10 января 1959 года Хрущев передал Великобритании, США и Франции проект договора, в котором определялся новый статус советского сектора Берлина и в целом Восточной Германии, как независимого легитимного государства. Для бывших союзников по антигитлеровской коалиции это означало. Их планы по объединению Германии под западными флагами трещат по швам. Скалли не мог предположить, чем обернется этот разговор, вроде бы далекий от Карибского кризиса. На следующей встрече тема была другой. Джон Кеннеди требовал немедленного вывода советских ракет с Кубы без всяких предварительных условий. Хрущев требовал гарантии неприкосновенности острова Кубы, сохранения жизни Фиделя Кастро, сохранения его правительства. 26 октября по внутренней почте Феклисову поручили передать сообщение Джону Кеннеди. Хрущев готов договариваться. Состоялась новая встреча. Советского резидента ждал неприятный сюрприз. Джон Скалли сообщил, что президент Кеннеди с трудом сдерживает военных. И под давлением Ястревов из Пентагона вынужден обещать бомбардировку Кубы и высадку морского десанта на остров утром 29 октября. К моменту завершения прусскими комплектации пусковых установок на острове. Феклисов импровизировал на ходу. Зная острую реакцию, Кеннеди по вопросу восточного Берлина выпалил. Такая высадка на Кубу развяжет руки нашему лидеру Никите Сергеевичу. И СССР может нанести Америке удар в другом уязвимом для нее месте. Захватить западный Берлин танками. Безусловно, мы могли противопоставить ядерному нападению на нас. Победный марш наших танковых армий, подобный вариант нашими западными контрагентами, учитывался. Джон Скалли был явно обескуражен этим заявлением. Он тут же прервал встречу и заторопился в Белый дом. Новая встреча со Скалли состоялась уже через три часа с небольшим. Джон Скалли без всяких предисловий передал для Хрущева американские условия урегулирования кризиса. Но сначала мир пережил Черную Субботу. Тот самый день, когда мог закончиться календарь. 27 октября 1962 года холодная война достигла апогея. СССР и США оказались в шаге от ядерной войны. Действительно, в этот день Хрущева было доложено о письме Фиделя Кастро, в котором рейдер кубинской революции предлагал осуществить превентивный, признающий удар по американцам. В этот же день Хрущев получил доклад командующего русской группировкой на Кубе и на Ларвине при его о повышении активности авиации. 27 числа очередной разведчик У-2 американский летел над Кубой. Была команда, она недолго была команда, дали команду, в общем-то, отменить этот приказ, сбить американский самолет. Сбили двумя ракетами, потому что грозилось вскрыть все местоположение, группировки, где какие войска находятся. То есть это давало возможности целенаправленно поразить наши войска в случае вторжения американцев на Кубу. А в советское воздушное пространство на Щупотке залетел еще один американский самолет-разведчик, и были подняты на перехват советские истребители. В ответ были подняты американские истребители, но самолет успел уйти. В подобных ситуациях около десятка было. Потом полетели еще американские самолеты-разведчики, они очень себя нагло вели. И они были обстреляны. Один был поврежден. И тут возник соблазн у американских военных нанести удар. И в тот же день произошло столкновение советской подводной лодки Б-59 с американскими ВМС. Лодка была оснащена ядерными ракетами. Подлодка Б-59 под командованием капитана второго ранга Валентина Савицкого и его помощника Василия Архипова вышла в сторону Кубы 1 октября и потеряла связь с Москвой. ВМС США обнаружили лодку 27 октября и действовали согласно приказу. Обкладывали субмарину бомбами, вынуждая всплыть на поверхность. Савицкий решил, началась война и приготовился выпустить ядерную торпеду. Все умрем, но их потопим. Но для запуска, согласно инструкции, было необходимо заручиться согласием трех старших офицеров. Это и спасло человечество от Третьей мировой войны. Василий Архипов согласия не дал и убедил Савицкого вместо пуска торпеды подать сигнал «прекратите провокации». В ночь с 27 на 28 октября министр юстиции США Роберт Кеннеди встретился с послом СССР Анатолием Добрыниным, чтобы поставить точку в Карибском кризисе. Я его очень хорошо знал. И он как-то сказал, а что если бы на месте Кеннеди оказался бы Рейган, а на месте министра обороны Макнамара министр Борозный Вайнбергер. Это такой особый ястреб в команде президента Рейгана. Так что от конкретных людей, конечно, многое зависело. Хотя Добрынин не просто согласился на условия, которые прозвучали на встрече Фомин Феклиса в «Скале». Выдвинул новое. Чтобы американцы убрали свои ракеты из Турции и из Италии, потому что у нас такого количества тогда ракет не было. Время подлета от Турции до Советского Союза и от Италии там считанные минуты. В ночь на 28 октября уже по открытым каналам Никиту Хрущев передал обращение Джону Кеннеди. СССР соглашается убрать ядерные ракеты с Кубы. И получил ответ от Кеннеди тоже в открытую. «Я приветствую принятое председателем Хрущевым государственно мудрое решение остановить строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира». В свою очередь по внутренним каналам американцы пообещали убрать и свои ракеты. «Размен состоялся, хотя Соединенные Штаты предпочли в лице президента Джона Кеннеди, чтобы эта договоренность была негласной. Но они это мотивировали тем, что решение о размещении американских ракет «Юпитер» в Турции было решением НАТО». Элита американская, военная и политическая, они, конечно, серьезно возненавидели Кеннеди после того, как он наступил. Кто-то думал о многомиллиардных заказах вот этих ракет «Юпитер», кто-то думал о новых базах, которые будут размещены. И в конце концов давление, вот это давление, оно несколько ослабло после Карибского кризиса на нас, на Советский Союз. Но надо отдать должное американцам. Они свое обязательство компенсационное выполнили. И в 1963 году сначала деактивировали эти ракетные средства, а потом и вывели из Турции, Италии и Великобритании. «Мы разрешили мирным путем такой кризис, который мог разразиться войной», – позже писал в своих мемуарах Никита Хрущев. «Я считаю, мы выиграли. Американцы тоже выиграли, потому что войны не было». «Только противоставившим ядерное оружие, можно было их удержать». «Небольшая часть группы советских войск на Кубе, вопреки, так сказать, недовольству американцев, она осталась. В сравнении, небольшой контингент, но очень важный, который показывал, что мы готовы защищать Кубу». Белый дом публично отказался от планов свержения правительства Кастро, что повысило авторитет СССР на мировой политической арене. Но главным было другое. Начались переговоры по разоружению. В первые дни специальной военной операции табличку в ресторане «Оксидентал» о совместных заслугах советского разведчика и американского журналиста в деле спасения мира от ядерной войны демонтировали. Но символика места осталась. Каждый, у кого есть хоть малейший шанс предотвратить апокалипсис, должен его использовать. Как это сделали в период Карибского кризиса Александр Феклисов и Джон Скалли, Никита Хрущев и братья Кеннеди, Василий Архипов и много других советских и американских граждан, которые чувствовали себя гражданами мира. Но холодная война на этом не закончилась. В это время во Вьетнаме шла война. Об этом в следующей серии. Продолжение следует...